Доброе утро, дорогие телезрители! Здравствуйте! Сегодня мы с моим помощником, он же редактор передачи Николаем Матвеевичем Визерякиным, продолжим опыты со вторым хлебом нашей зоны, картофелем. Тем более, это Игорь Владимирович, что пока что санкции еще никто не отменил, и поэтому я думаю, что лучше иметь свою картошку, нежели польскую, или, скажем, израильскую, или какую-либо другую, пусть уж на нас не обижаются производители. Конечно, своя картошка намного вкуснее и полезнее того, что мы купим в магазине. Итак, мы приступаем. До этого у нас был интересный опыт картофель под пленкой, сейчас следующий этап – картофель в мешке. Я должен сказать, что картофель под пленкой, который мы с вами посадили 6 мая, уже взошел, и мало того взошел, там уже где-то сантиметра на 15 стеблей. В то же время картофель, который был посажен без пленки, он еще не появился на поверхности земли. Так что вот опережение солидное получается. Да, картофель в мешке. Очень интересный способ для экономии места, пространства на небольших участках – это картофель вот в полиэтиленовом мешке, двойной мусорный мешок. Срезаем уголки для того, чтобы лишняя вода могла спокойно стекать. Отверстие сквозное там. Да. Один в одном. Да, и сквозное получилось отверстие. Вот мешки подготовлены один в один, как носок их аккуратно сворачиваем. После этого приступаем к подготовке субстрата земли. Вот у нас тачка хорошей земли и тачка хорошего перепревшего компоста из навоза. Значит, на где-то вот полтачки навоза тачка земли. Спокойно, значит, перемешиваем. Я буду помогать. Да, вы перемешиваете. Я подкидываю. И теперь еще добавим где-то вот на 50 литров. Надо порядка 40 грамм удобрения. Это, ну, вот полторы горсти. Да, органно-минеральное удобрение. Да, это все тщательно перемешиваем. Если там какие-то корешки попадутся. Единственное, что с компостом надо смотреть, чтобы не занести проволочник. Насыпаем где-то порядка 15-20 сантиметров земли. Слой, да? Слой слегка уплотняем, досыпаем землю. Аккуратно разравниваем. Достаточно. А теперь укладываем картофель. Выбираем на такой мешок надо 9 картофеля. Вот 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот замечательные картофелины с хорошими ростками. То, что он доктор прописал. Теперь размещаем картофель плотно к стенкам мешка под 120 градусов. Три картофеля. То есть, такой треугольник получился. Да, получился такой вот треугольничек. И сразу натягиваем пленку, ее надрезаем. Сквозное отверстие, чтобы вот глазки просматривались. Давайте режем. То есть, тоже вот режем. Глазок смотрит наружу. Поверх трех клубней снова слой почвы в 20 сантиметров, слегка уплотненный. Снова три клубня, но со смещением 60 градусов от первого ряда. И точно так же третий слой, поверх которого еще 20 сантиметров земли. Ну, вот что у нас получилось. Мешок примерно 80 сантиметров высотой получился. Слегка вот утрамбовываем. После того, как все посадили, тщательно все проливаем. Где-то литров 5-7 воды. И вот этот мешок уже должен находиться на том месте, где будет и выращиваться. Потому что очень тяжело, его перемещать уже достаточно сложно. И закрываем. Сверху, чтобы никакие сорняки и что не росло. Только наша любимая картошечка вот в боковые вот эти вот отверстия. Итак, значит, в этом мешке примерно полторы тачки компоста из земли. Хороший. 9 картофелин. 40 грамм там органа минерального еще дополнения удобрения. И что же мы из него получим? Тоже мешок картошки из этих 9 клубней или нет? А вот вскрытие покажет. То есть, со временем тут получится такой букет как бы, да? Да, получится букет с кемблей. Картофельный, картофельный, да. Раз в неделю при приезде открываем. Смотрим, в каком состоянии почва. Если достаточно сухая, доливаем литров 5-6. Ну вот я прикидываю, значит, 9 клубней это заняло бы, ну, какую-то площадь грядки достаточно. Небольшую, но все-таки больше, чем вот площадь, которую заняло... Мешок. Но ведь тут, по-моему, еще может быть и выигрыш во времени. То есть, мы получим быстрее урожай за счет того, что черный пакет, он сверху, он прогревается солнцем. Или они правы? Конечно, правы. Пакет более теплый, он стоит вертикально. То есть, лучше как бы ловят солнечные лучи. Темный прогревается лучше. Выше температура, активнее фотосинтез. То есть, выигрыш намного больше. Ну, в принципе, вот раньше, когда еще в юнацком кружке занимался этой картошкой, новыми сортами, такие как пригожий 2 и так далее, выигрыш был там, вот когда под пленкой и так далее, там где-то до 2 килограммов с куста. Этим способом я только первый раз как бы заинтересован. Вы тоже экспериментируете. Да, эксперимент только-только вычитал. Самому интересно, что же из этого получится. Не, ну смотрите, если вы говорите о плюс под пленкой, плюс с куста 2 килограмма, возьмем и здесь плюс 2 килограмма. Даже если без того килограмма, к которому плюс, то получается из 9 клубней. Мы должны, имея с куста 2 килограмма, вот этот плюс, мы должны уже получить здесь 18 килограммов картошки. Ну, это малая вероятность. А если еще исходник там килограмм, да, вот к чему плюс-то, то будет, да, мешать картошке. Ну, посмотрим. Через месяц вернемся, как бы, посмотрим, как это растет, а в начале августа уже, в принципе, можно попробовать получить первый молодой картофель. Всего вам доброго, успехов, удачи с этими интересными растениями.